Алкоголь и пренебрежение нормами человеческими и духовными. В интернете активно обсуждают трагедию в Карелии. Священник на машине в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину. Она погибла. Клерика отстранили от служения, взяли подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы и сана. Мнение представителей церкви и подробности происшествия выяснил Олег Шишкин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали точное время смертельного ДТП. 8 часов 12 минут. В Петрозаводске еще темно, но работает уличное освещение. Видимость на дороге, судя по всему, отличная. Этот кольцевой перекресток на окраине города и машин сравнительно мало. Хорошо видно, фигура человека появляется на пешеходном переходе, когда рядом нет машин. Женщина уже заканчивает переходить дорогу, как чуть ли не на обочине ее сбивает неожиданно появившаяся иномарка. По инерции машина вылетает на перекресток и останавливается, зарывший снег. Судя по фотографиям, с места трагедии удар был сильным. Капот смят, разбито стекло, машина двигалась на высокой скорости. Погибла 53-летняя женщина, сотрудница Петрозаводского университета Мария Жулябина. Эксперты уверены, трагедия произошла из-за неадекватных действий водителя. По правилам, он должен был остановиться и пропустить пешехода на зебре. Но в этой ситуации ему было достаточно немного принять вправо. Ничего не мешало, просто объехать пешехода и продолжать движение. А вот кадры с видеорегистратора, установленного на другом автомобиле. Они сделаны буквально за минуту до трагедии. Вот нарушитель вырезается в машину на обочине, но и не думает останавливаться, ведет себя очень странно. Резко уходит влево, затем выкручивает руль вправо и задевает еще один автомобиль. Иномарка продолжает набирать скорость и в итоге вылетает на пешеходный переход. Экспертиза выявила у виновника аварии следы алкоголя. Водитель находился в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Практически сразу выяснилось, за рулем находился священнослужитель храма святого великомученика Пантелеймона в Петрозаводске, клирик Иван Петунов. И это обстоятельство придало аварии еще большей резонанса. На допросе священник признался, что накануне употреблял спиртные напитки, а утром сел за руль. На вопрос, почему Петунов не нашел, что сказать. Возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Виновник находится под подпиской о невыезде. Произошедшее активно обсуждается в церковных кругах. Известным в республике священник Константин Савандер поделился с журналистами своим частным мнением. У него семья, дети тут. Как он в глаза семье смотреть будет? Детям, как людям будет смотреть? И никакого тут оправдания. Ничем себя не оправдаешь. Сижу и переживаю за него. Слезы наворачиваются. Что сделать для него, не знаю. И вообще, что теперь делать? Оправдываться бесполезно, потому что у нас в Русской Православной Церкви такие случаи в Москве были. Теперь до нас докатилось это все. На сайте Карельской епархии опубликовано специальное заявление. Если подтвердится факт, что священник действительно управлял машиной в нетрезвом состоянии, то этому невозможно будет найти никакого морального оправдания. До завершения работы следственных органов иерей Иоанн Петунов запрещен в священнослужении. Вопрос о лишении Петунова церковного сана будет рассматриваться после того, как его вину докажет суд. Между тем, верующий обращает внимание на то, что, сев за роль пьяным, священник нарушил не только мирские законы. Как раз на днях начался рождественский пост, который накладывает серьезные ограничения на употребление спиртного. Олег Шишкин, Андрей Бакашев, Первый канал.